В этом году детский сад Светлячок, город Доброполье, отметил свой 45-летний юбилей. Ежедневно сюда приходят около 200 малышей. Уже у входа до школьного учреждения понимаешь, что это не просто детский сад, а волшебная страна, где происходят удивительные перевоплощения. Пенек с пиленого дерева здесь запросто превращается в поросенка, а старый скат – в белого лебедя. Чудеса здесь происходят не только с предметами, но и с малышами. Каждый день они делают удивительные открытия. Но главная особенность Светлячка – это живой уголок, где обитают любимые питомцы-детворы. Прежде всего дети узнают, что это живые существа, что они нуждаются в уходе, заботе и любви. Дети узнают, чем питаются животные, как они живут и что для этого нужно. Чтобы их питомцам было хорошо. Сегодня большинство родителей отказывают детям в приобретении домашнего животного. И делают ошибку, ведь, как утверждают психологи, общение с братьями меньшими положительно влияет на развитие ребенка. У меня родители покупают животные, зато я с ними в садики играюсь. Если в детском дошкольном учреждении есть животные, а родители не всегда могут себе позволить, и не всегда у них есть желание. А в детском саду такая возможность есть. У ребенка формируются базовые личностные качества. Это и ответственность, и самостоятельность, и себелюбие, и самоуважение к себе, и многие другие качества, которые бы мы хотели видеть во взрослом человеке. Особый восторг у ребятишек вызывает декоративный кролик. Пушистый зая, так нарекли его в средней группе, уже привык к малышам и даже скучает без их внимания. Я люблю больше зайку, и люблю за нему ухаживать. Я ему приношу морковку из дома, капусту и яблочки. Больше нравится зайчик, попугайчик и рыбке больше нравится. То, что вызывает у взрослых женщин полуоморочное состояние, у ребятни дикий восторг. Покормить крыс – особая честь. Для выполнения такой почетной миссии ребята даже занимают очередь. Крыскам очень нравится, как готовятся у нас в садике. Все остальные приготовят повара, они все съедают. Это наши хромячки, их зовут Ляля и Вася. Мне больше нравится Ляля, потому что она такая беленькая и красивенькая. А ты бы дома хотела, чтобы у тебя жили какие-нибудь домашние животные? Мама не разрешает. А почему не разрешает? Не хочет. Попугаи и черепашки, рыбки и хомячки чувствуют себя в светлячке вполне комфортно. Кстати, именно родители положили начало традиции дарить детскому саду домашних животных. Необходимо отдать должное и воспитателям, которые ежедневно чистят клетки и следят за зверями. Собственным примером доказывая детям, что нельзя быть равнодушным к окружающему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...